КОНЕЦ Сколько компаний закрывается в определенный промежуток времени, скажем, становления, да, и, конечно, она удручающая, да, и если бы я бы это знал в тот момент, когда открывал компанию, я бы, наверное, больше бы думал, скажем, над тем, как ее развивать и что делать, да, потому что, как и любой амбициозный, активный молодой человек, я думал, что сейчас я, как я запрыгну на этот рынок, да, как все возьму под себя, да, как стану самым лучшим и сильным и так далее. Практически два года мне приходилось вкладывать свои средства собственные для развития, то есть это реклама, это увеличение офиса, это зарплаты и так далее. И буквально там месяца 8 назад, 10, наверное, 10 назад мы вышли, скажем, и попали как раз в кризис, такой самый ее момент, и как раз у нас каждый месяц плюс, вот, что радует. Тренером, конечно, это здорово, наверное, пойти, там, тренировать кого-то, может быть, даже детей, может быть, я не знаю, уже в команде мастеров и передавать свой опыт там дальше, вот, ну, я не знаю, ну, вот, с одной стороны, вроде это логично, вот, а с другой стороны, ну, как-то меня не тянет к этому, вот, и я всегда говорил и говорю, что самое главное заниматься любимым делом. Здравствуйте! Здравствуйте! А что вы так все напряглись? А-а-а! Кто у нас тут без комплексов? Наташа, как все у нас без комплексов. Все без комплексов? Как дела? Все отлично! Мы же самые лучшие! Мы лучшие! Мы же команда? Мы команда! Вот, я же говорил, это каждый раз на собрании, я им это все рассказываю, и они это знают. Первый, наверное, футболист, тем более воротарь, который, скажем, создал агентство недвижимости, которое имеет отношение не только непосредственно к тому, что строится, там, продается, покупается, да, у нас есть и юридические услуги, а есть и другие возможности решать достаточно сложные какие-то вопросы, да, как-то бизнес создавать и так далее. Безусловно, приходится распределять свое время, работа, бизнес, семья, хобби, друзья, там, все что угодно, и для меня, конечно, это достаточно большая дилемма. Ну, и пока я еще действующий футболист, мне приходится ходить на тренировки, ездить на игры, может быть, я сейчас не играю, но все равно, как бы, занятость большая, практически с десяти до трех я занят футболом. Когда-то хотел я это купить. Большая была бы квартира, 500 метров. Вот, единственный был ее недостаток, что она находилась не там, где мы хотели. Так что мы взяли в том месте, где, в принципе, живут практически большинство людей, кто может себе позволить приобрести недвижимость по максимальной цене. Наверное, основная задача моего бизнеса – это успешно помогать мне, как инвестору, вовремя вкладываться в какие-то проекты, а именно непосредственно в квартиры, которые, скажем, недооценены, или людям нужно очень быстро продать. Конечно же, я хочу как можно дольше оставаться в спорте, в футболе, и, может быть, даже я не продолжу карьеру в вратарю, но буду все равно находиться рядом и что-то делать, все, что связано с футболом. Сейчас до сих пор снимаю фильмы документальные про вратарей известных, и каждые два года перед форумом европейским или мировым выходит какая-то часть про вратарей. А кофе почему мне не принесли? Это я вот так со всеми общаюсь. На самом деле я очень добрый, честно. Я добрый? Да, конечно. Я же говорю. Наша задача – выходить на более высокий уровень, то есть в сегмент премиум, и за счет этого, за счет качества, за счет своих связей, возможностей, опыта, профессионализма, быть номером один.